Привет, друзья! В последнее время мне достаточно часто встречается вопрос как и чем кормить малышей цихл, аравану маленькую ну вот там маленьких самов типа платистомы и так далее там скатов даже и поэтому я решил сегодня во время кормления снять вот для вас небольшой ролик в котором и раскрою все секреты ну скорее даже не секреты, ничего, но скорее всего для многих здесь не будет но тем не менее для тех кто не знает как это делать и возможно вы что-то увидите для себя новое и интересное собственно я и решил снять это видео значит сегодня я буду показывать как я подготавливаю корм ну точнее как я чищу там да измельчаю корм на примере двух аквариумов это будет аквариум с мелкой цихлой она уже в размере где-то 7-8 может даже 9 сантиметров и цихла во втором аквариуме и там еще геофагус и сиамские окуня сидят значит там уже рыбка идет от 12 сантиметров ну разве что окуньки чуть-чуть помельче друзья я уже неоднократно показывал как и чем я кормлю свою рыбу то есть в разных размерах и те кто не видел этих видео значит вот здесь появится ссылочка на то видео как я кормлю и чем я кормлю крупную рыбу на сегодня я этого показывать не буду потому что в принципе видео уже на канале есть хотя оно и достаточно уже старое но тем не менее как бы нет смысла повторять одно и то же то чем я выкармливал малышей хороцины, милеусов, метинисов, семипрахилодуса и еще там были малыши скаты опять же вот здесь сейчас появится ссылочка вы сможете посмотреть это видео вот именно по этой ссылочке ну а сегодня мы будем кормить именно малышей хищников и в процессе видео я вам расскажу все более детально еще один небольшой такой момент дело в том что малыши хищники ну в частности вот именно цихла там питение сплендеда потом арована они как правило не кушают никаких сухарей а если даже и кушают то достаточно дорогие корма и вся эта рыбка требует натуральных кормов таких как мидия, креветка, филе рыбы и так далее и вот собственно в этом видео вы как раз и увидите все вот эти вот нюансы как я измельчаю корм ну точнее как это проще сделать дальше я все вам расскажу в видео так что усаживайтесь поудобнее и поехали Друзья ну наверное все таки стоит начать с того что я в прикормлении малышей я не использую живые корма то есть не использую трубочник не использую мотыль дафнию и тому подобные вещи дело в том что с этими кормами можно занести гадости столько что потом проблем не оберешься да и малыши привыкают к живым кормам очень быстро и потом отучить их достаточно тяжело ну а в связи с тем что тот же трубочник стоит как 4 килограмма мяса я считаю что кормить такого рода кормами это очень очень дорого собственно сейчас мы измельчаем мидию значит для того чтобы покормить нашу аравану геофагуса и малышей цихлы весь корм который я измельчаю делаю это таким образом чтобы он был в виде червячков то есть тоненький и длинный для того чтобы он с легкостью прошел рыбке в рот и соответственно рыбке было просто его глотнуть дело в том что вся хищная рыба включая маленьких там самов цихла, питения, те же скаты аравана как правило они не пережевывают корм а глотают его целиком если куски корма будут очень большие то рыбка просто попробует ее на вкус и не прожива выплюнет обратно поэтому для того чтобы накормить наших малышей в первую очередь нужно позаботиться о том чтобы фракция корма была достаточно мелкой если в измельчении мидии в принципе проблем никаких нет вы просто достаете замороженную мидию из морозилки и начинаете ее тоненько нарезать нарезать стоит конечно же только края с мясом но а сердцевину скармливать рыбке крупнее так вот если же с мидией проблем нет то с салакой и креветкой все обстоит немного иначе дело в том что пока вот в данный момент я как раз чищу рыбу вы видите да я вырезаю кишки вырезаю косточки очищаю кожу потому что ну кожа достаточно жесткая и малек ее не прожует а если малек уколется один раз косточкой то кушать такой корм он больше не будет так вот пока вы очищаете все это дело от чешуи костей и так далее мясо начинает размораживаться оно делается мягким и нарезать его тонким слоем не получится поэтому здесь нужно уже некоторая сноровка и нарезать все это дело вот вы сейчас видите нужно просто даже тоньше чем миллиметровыми кусочками для того чтобы мясо просто даже просвечивалась насквозь то есть тем самым рыбке будет удобно его проглотить и ваши рыбки с удовольствием будут кушать такой корм если же вы в процессе очистки рыбы не успели все это сделать и ваше филе разморозилось то вам не составит труда просто положить уже филейку в морозилку дать ей 15-20 минут опять замерзнуть и в замороженном виде ее тоненько нарезать вот как это делаю я сейчас собственно я не промываю после нарезки не промываю корм он конечно немного пылит в аквариуме я скармливаю этот корм прямо вот так вот в подмороженном виде потому что чем вы начнете больше промывать ну тем как бы из этого корма ничего не останется ну и собственно вот так вот все выглядит после измельчения то есть очень очень тонкие кусочки они должны вплоть до того что просвечиваться и как вы видите мальки прекрасно поедают вот так тонко нарезанный корм он без проблем проглатывается мальком ну вот вот эти мальки они где-то там шесть семь восемь сантиметров они конечно у меня уже подросли но если у вас мальки там сантиметра три с половиной четыре до пяти то вот такую филешку ее надо дополнительно еще разрезать чтобы она была в форме червячка то есть в данный момент она выглядит как хлопья а если у вас рыбка маленькая то ее нужно измельчить и там чтобы она была миллиметр толщиной и 2 и 2 миллиметра высотой максимум ну где-то так вот ну мальки то у меня вот эти голодные принципе практически никогда не бывают они кушают там три четыре пять раз в день значит еще такой момент хочу сказать что для того чтобы приучить мальков кушать именно этот корм с утра вы кормите их любимым кормом потом даете поголодать до обеда или до там вечера когда вы возвращаетесь с работы и уже потом вот нарезаете вот филешку и как пока они голодные кормите именно тем кормом которым на которой вы хотите вашу рыбку перевести в этом случае рыбка активно его будут поедать потому что проголодается ну а уже потом под вечер можно конечно же побаловать их опять любимым кормом тем рыбкам которые покрупнее уже больше десяти сантиметров и можно уже начинать нарезать и корма более толстым слоем для того чтобы приучать рыбку брать более крупные кусочки чем мальков для того чтобы ну сами понимаете в дальнейшем нашу рыбку надо будет перевести на то чтобы она вообще брала куски корма вместе с костями либо там креветку вместе с кожурой потому что все это это дополнительные питательные вещества которые рыбки тоже необходимы конечно же мои рыбки больше всего любят артемию и в принципе начинал я выкармливать их именно мясом артемии ну вот сейчас уже недели полторы я постепенно их перевожу на мидию перевожу на мясо креветки и перевожу на филе салаки после того как я покормил рыбку я как правило делаю запас корма на второй день ну вот сегодня просто у меня он закончился я вот вы видите я делаю запас на второй день то есть что я делаю я очищаю салаку я вырезаю филе опять же чищу от кожуры от костей и замораживаю все это дело для того чтобы это мясо не замерзла морозилке потом просто уже на другой день я вынимаю из морозилки и конечно же нарезаю как было в начале видео я нарезаю тонкими хлопьями и скармливаю так проще делать то есть один раз вы тратите там полчаса час для того чтобы начистить этих филе шик ну а потом уже просто нарезаете это там уходит у вас пять минут они каждый день сидеть по полчаса и чистить рыб еще такой момент вот я говорил да если рыбка очень маленькая то филе шку нужно мне еще сделать тоньше вот данный момент я как раз разрезаю и показываю для того чтобы вы видели как это делается то есть филе шку я разрезаю пополам из нее делаю 2 и соответственно вот для маленькой рыбки для маленьких мальков это как раз есть то что вот ну как бы как нужно их кормить потом нарезайте опять же в виде червячков и скармливается вот сейчас я складываю все это дело в пакет вы уж простите озвучивал я все это дело уже после съемок потому что постоянно ходила кошками около там под ногами жена занималась домашними делами да и ребенок не давал толком снять видео но отходы все кости там головы и так далее у меня конечно есть самый пелесос и и все это дело я скармливаю им теперь друзья приступим к креветке значит креветку вот вы видите я раскладываю на 4 кучки в одной кучке у меня мусора во вторую кучку я складываю мясо креветки непосредственно без панциря без ничего в третью кучку я отбираю самую мелкую креветку отрываем головы это у меня кушают геофагус и те которые побольше точнее коррихтис и хекеля и там цихлы азу есть и кстати эту креветку очень любят мои окуньки ну и самую крупную креветку я откладываю четвертую кучку эту креветку я скармливаю цихли взрослой уже ну как взрослой там 35 сантиметров я скармливаю цихли которая сейчас сидит в отсаднике потому что ее немного пожевали скаты и она долгое время отказывалась вообще от еды а сейчас я вот и и выкармливаю креветочкой ну взрослая цихла уже кушает креветку ее можно давать уже прямо с головой но данном на данном этапе я все-таки головы отрываю потому что у крупной креветки достаточно острые носики и как правило если рыбка один раз уколется носиком то она потом перестает кушать этот корм в общем мелкую креветку мы будем скармливать прямо с панцирем совсем вот ту которая покрупнее тоже на цихли с пыль с кормим с панцирем но вот мясо креветки мы перед тем как скармливать мы его заморозим и уже в замороженном виде мы потом нарежем его мелкими кусочками потому что но они достаточно крупные и малыши с их ли и как правило его проглотить не могут вот видите я сейчас упаковываю его такой вот такую колбаску то есть и эту колбаску сейчас я положу морозилку минут на 20 вот так оно все выглядит и уже потом после морозилочки мы ее мелко нарежем ну друзья вот в общем креветка сейчас я вам покажу как мои геофагус и окуньки кушают мелкую креветку вот вот даже аравана берет уже креветку с панцирем вы видите циклы и уже прекрасно жуют но эти циклы у них уже размер где-то сантиметров ну под 15 наверное но по 13 точно есть у них вот ну и окуньки вот видите там на заднем плане они прекрасно уплетают эту креветку причем эти же окуньки они так ею наедаются на это наверное самое их любимое лакомство ну и вся такая креветка вот уже рыба увидите они накушались и уже у всех животики большие ну а та креветка которая осталась после выключения света и все все ее подметут мои самые которые вот видите они под камнями сейчас отдыхают значит 20 минут примерно это мясо креветки подмораживалась морозилки вот видите получилась такая вот колбаска и сейчас тоненькими миллиметровыми кусочками я ее нарезаю это очень легко делается в подмороженном виде для того чтобы покормить этой креветкой малышей цикл которые в принципе еще но большие кусочки проглотить они просто не могут да и у меня уже на моей практике неоднократно были случаи когда цикла просто давилась кормом ну такие уже так они устроены хищники все-таки и приходилось пинцетом все это дело изо рта вынимать потому что я уже несколько раз такое было что просто цикла уже чуть ли коньки не отбросила ну вот собственно как они кушают креветку сказать что эта рыба голодная уже нельзя потому что видео я это снимаю где-то на протяжении трех часов и и все эти три часа они кушают то креветку то медию то салаку и видите сами они у них всех животики уже круглые то есть я это делаю просто специально для вас чтобы вам показать все это дело на самом деле ну я так не перекармливаю каждый день рыбу как сегодня ну просто все это дело я вот вам хочу показать вот видите сейчас вот слиплись те кусочки которые мы нарезали но опять же даже если рыба оторвет большой кусок и его проживать ей будет достаточно легко потому что он разлетается на более мелкие кусочки и малыши цихлы прекрасно все это дело заглатывает что ж друзья спасибо за то что посмотрели это видео надеюсь что вы для себя почерпнули из него что-то важное что-то интересное возможно кто-то для себя там открыл америку и не знаю но в общем если она действительно вам понравилось не забывайте ставить пальцы и подписываться на обновление канала здоровья вами вашим питомцам всем пока и до новых встреч а